Квадраты трёхчленов. f от x равно a x квадрат, а плюс b x плюс c. Где a, b и c — это конкретные числа. Да. И известно, что f от x равно x не имеет корней. Не бывает. Да, так не бывает. Нужно доказать, что... Ну, естественно, для вещественных чисел не бывает. Для комплексных бывает, а для вещественных не бывает. Тогда нужно доказать, что такое уровень также не имеет корней. Ну, смотрите. Давайте посмотрим, как это выглядит на плоскости. Вот у нас есть прямая y равно x. И у нас есть график отца квадратных трёхчленов, параболы. Но она непрерывна. Это значит, что раз она не пересекается... Ну, нарисуйте какую-нибудь параболу, которая не пересекает прямую. Например. Значит, она... Значит, либо f от x больше нуля при любом x, либо f от x... Нет, почему здесь... Нет, f от x больше не нуля. ...больше x при любом x. Либо f от x меньше x при любом x. Это одно из этих двух, я же. Ну, почему? Потому что... Нет, 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 не так. Всё-таки давайте чётко напишем. Либо для любого x, f от x больше x. Для любого. Либо же для любого x, f от x меньше x. Значит, Андрей, теперь просьба. Давайте чётко разберём один из этих случаев. Вот просто идите на правую часть доски, что-то сюда подальше от этого. И... Что здесь, собственно, разберёмся? Нет, важно. Итак, f от x больше x. Хорошо. Вот... Пусть... Да, пусть картинка такая. Что вы тогда будете делать с уравнением f от f от x равно x? Ну, тогда смотрите, f от f от x больше, чем f от x. Потому что если для любого x неравенство верно, то в качестве этого x можно взять... f от x. И для y это тоже будет верно. Согласен. Вот, значит, f от y больше y. То есть, f от f от x больше f от x. Но это больше x. Так, хорошо. Этот случай я понял. И теперь просьба в центре доски. Вот там есть свободное место. И почерк получше. Ладно? Ну, а если f... Да. А если верен второй случай, тогда всё будет с дофигом, всё наоборот. Абсолютно верно. Если второй случай... Все могут прочитать, да? f от f от x меньше f от x. Почему? Потому что f от... Любого числа меньше, чем это число. В частности, в качестве этого любого числа можно взять и f от x тоже. Согласен? Очень часто вот эта идея используется на всевозможных экзаменах. В общем, в 10-й и 11-й класс очень многие задачи решаются при помощи примерно этой идеи. Рассказываю. Представьте себе, что у нас имеется монотонная функция на y равняется f от x. И представьте себе, что мы решаем уравнение y равняется... Вот такое уравнение. То есть ищем пересечение с прямой y равно x. И представьте себе, что... Ну, здесь получается некое уравнение, и мы его умеем решать. Так вот, простой факт состоит в том, что в таком случае мы умеем решать и уравнение f от f от x равно x. И на самом деле в таком случае мы умеем решать и уравнение f от f от f равно x. Оказывается, что эти уравнения равносильны вот этому. Повторяю, условие такое. Функция f монотонная. Вот монотонно-позрастающая функция. Хорошо? Давайте я объясню, почему у нас вот это уравнение на самом деле равносильно этому. Объяснение очень простое. Представьте себе, что f от x оказалось больше x. Функция f монотонно-взрастающая. Значит, когда вы применяете f к обеим частям, то у вас получается, что здесь больше, чем f от x. Согласны? Ну, у вас f от x больше x. И значит, получается так. Таким образом, если верно такое неравенство, то и так тоже будет. Согласны? Почему это больше, чем этот x? Почему вот это? Потому что мы применяем функцию. Значит, у нас есть два числа. Вот это и вот это. Функция f монотонно-взрастающая. Определение, что такое монотонно-взрастающая функция. Это когда у вас для аргументов верно неравенство. И ровно такое же неравенство будет верно. для значения функции. Если... Ну, это шутка монотонно-взрастающая функция. Если у вас есть две точки, одна из них расположена левее другой, то значения функции связаны тем же самым неравенством. И как из этого следует, что f от f от x больше, чем f? Вот это два значения. Это значение больше этого. Значит, функция от этого больше, чем функция от этого. Ну, а это я... Вот это неравенство. Это я просто переписал вот это. Вот. Ну, и разумеется, я сейчас должен рассмотреть второй случай тоже, да? Ну, я понимаю. Представьте себе, что f от x меньше x. Тогда мы опять, воспользовавшись монотонностью функции, говорим, что в таком случае f от f от x у нас будет меньше, чем f от x. А f от x меньше, чем x. Поняли? Значит, каким образом используют это составители разных конкурсных задач? Да очень просто. Они берут какое-нибудь не очень сложное уравнение, лишь бы вот эта функция была бы возрастающей монотонно. После этого они пишут вот эту функцию или даже эту. Если это выписать, то получается уже совершенно страшное выражение. Поняли? Ну, вы и дальше решайте, дети. И очень часто решение уравнений состоит именно в том, что вы, что называется, разгадываете замысел. Вы понимаете, что на самом деле они имели в виду это.